Так, что еще? О, прям сами в корзину мне залазят эти конфеты синие. Так, сколько шоколадок, ребята, смотрите, я вообще просто сейчас всех побежу, или победю. Чи-чи-чи, братан, ты так не торопись, у тебя уже складывать некуда. Пап, а что ты там нашел такое интересненькое, крутишь-вертишь? Да вот, Федор Сергеевич, вспоминая наш с тобой последний челлендж. Кстати, кто не смотрел, пересмотрите, там был золотой цвет. И я вот думаю, чего мы мед тогда с тобой не взяли? Ну да, мед, это вообще очень похоже на золото. Хм, слушай, а давай повторим. В смысле повторим, папа? Мы же золотое покупали, так неинтересно. Да, сынок, ты прав, это уже было. Если что, как-нибудь потом повторим. Давай лучше какой-нибудь другой челлендж, ну в смысле с другими цветами, выбирай. Пап, ты знаешь, что мне кажется? У нас никогда не было желтого против синего. Был желтый, был синий, был красный. Были они против друг друга, а желтого и синего не было. Так чего мы стоим? Время-то уже пошло. А, кстати, какой выбираешь цвет? Так, я синий мальчуковый. И я синий мальчуковый. Да, только я первый выбрал синий, поэтому тебе желтый. Ха-ха-ха, побежали. Желтый, желтый. Кстати, а чем мед, например, вот такой не желтый и банка сладкой кукурузы? У меня уже два предмета, никуда не отходя даже. Так, синий. О, макароны синие. А вот и мои любимые звездочки. Кто любит макароны-звездочки, ставьте лайки, а я беру с собой. Ну, макароны макаронами, я их, конечно, возьму. Но надо вкусняшки искать. Погнали. Так, ну, понятно. Растительное масло или подсолнечное, как оно там. Не то это все. Федор будет смеяться. О, а вкусняшки какие-нибудь. Это прям вообще зайдет. Кукурузные палочки. Раз, желтые. О, два, желтые. Ну и хватит, пойду дальше пока. Так, о, смотрите, сколько я синего всего нашел. Попкорн для приготовления в микроволновке. О, кукурузные палочки. Отлично. Что здесь еще? Еще другой попкорн. Отлично. Вот, и вот это что-то такое, не знаю, но главное, что синее. Идем. О, а еще супер хрустер тоже берем. Ого, тележки не хватит мне. Так, что здесь еще? Ух ты, подлетаем и хватаем аэрофлотские синие конфетки. Отлично. Разные тут есть. Так, много наберу. Вдруг папа разрешит все купить. О, еще синие. Слушайте, как я удачно выбрал цвет. Супер. О, кто это там? Федор Сергеевич. Добежал до отдела с конфетами. Надо его опередить хотя бы первее в отдел с шоколадками забежать. Так, о, Милки Уэй. Мой любимый батончик, тоже синий. Класс. И вот этот еще какой-то. Ничего себе, как много. О, яйца синие. Классно. Берем. Пошел дальше. Ух ты. О, желтая упаковка. Шоколадка какая большая. Тут их много. Еще одна желтая. Не понял. А, вот. Смотрите, какой банки. Ух ты. Упаковка нац. Упаковка МНДМС. Федор Сергеевич точно проиграет. Так, о, вижу еще желтые конфеты. Ух ты. Ух ты. Смотрите. Да мне, боюсь, одной тележки может и не хватить скоро. Еще может и за второй идти придется. Так, синий, 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 синий. Опа. Ух ты. Класс. Берем шокобой. И это берем. Что там еще? Новый шокопай. Шоколадный. Синий. Класс. Идем дальше. Так, мой любимый отдел. О, и сразу хлопочки. Синие упаковки синих шоколадок. Так, на место положим. Так, что еще? О, прям сами в корзину мне залазят эти конфеты синие. Так, о, сколько шоколадок, ребята. Смотрите, я вообще просто сейчас всех побежу. Или победю. Смотрите, сколько у меня всего. Мне кажется, я уже победитель. Ладно, побегу еще в чипсы отдел. Чипсы, 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 чипсы. О, я как знал. Смотрите, ребята. И чупа-чупс. И фрутелла. Четко подходят под условия челленджа. А теперь я точно знаю, где Федор Сергеевич. И надо его опередить. Отдел с чипсами. Вот он, отдел с чипсами. Желтые. И все. Хм, ничего себе. Чипсики, чипсики. О, папа, а что ты тут делаешь? Я не понял. А что это я, что? Не могу здесь чипсы себе выбрать, что ли? Ну, выбирай. Я тоже буду выбирать. О, сколько синих. Погнали. Раз. Два. О, еще синие рифленые. Отлично. Три пачки чипсоидов. Чи-чи-чи. Братан, ты так не торопись. У тебя уже складывать некуда. Э. А ты не завидуй. Если надо, вторую тележку возьму. Понятно? Ну и бери. И вози две тележки. Моя больше. Пойду напитками наполню. Эх, зависть плохое чувство. Так, напитки. Выручайте меня. О. Не, скажи, это оранжевая. О. Вот это. Желтая будет. Так, что бы еще тут взять? Так, швепс. Желтый. Витамикс. Желтенький. Сладенький напиток. Так, напитки мои любименькие, синенькие. Где там мое пепси? А вот и оно. Так. А в корзинке уже и места совсем нету. Может за второй корзинкой идти? Тут еще столько всего можно взять. Ну, время-то на исходе уже пять минут проходят. Надо идти папу искать. Где ж папа? Ну и где же этот папа? Найди его, попробуй в этом магазине. Ух ты. Ты здесь? Конечно здесь. А ты где ходишь? Я ищу тебя. Уже время наше вышло. Так я хожу. Тебя ищу, потому что тоже заметил, что время истекло. Надо же пересчитывать и определяться, кто выиграл. Да кто-кто. Посмотри, сколько у меня всего. Конечно я. Так, ладно, меньше слов. Давай начнем с моего, а потом твое пересчитаем. Да что там у тебя считать? Конечно давай с твоего начнем. Быстренько посчитаем, а потом и моим займемся. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Пятнадцать, шестнадцать, целых семнадцать предметов вкусняшек. Да, таких цифр у нас еще не было. Ну кукуруза это конечно вкусняшка под вопросом. А теперь считай мое. Ну приступим. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, ух ты, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. Что там дальше? 30, папа, ты что? 31, 30, 31, 32, 33, и макароны, 34. Ты видел, ты видел, в два раза больше, чем ты, в два раза, ничего себе, а я и говорил. Ну, даже если откинуть повторы, у тебя все равно получилось больше, чем у меня. Получается, ты снова победитель? Да, конечно, я же сила, пошли на кассу давай. Так, чур тогда только синее покупаем, мне из желтого ничего не надо, хоть бы за это рассчитаться, что Федор насобирал. Ну, это дело, конечно, твое, как хочешь, главное, чтобы мое синее купил, а свое это уже так, поехали. Цепляйся, и тебя повезу, ты что же, синенький. Ну что, Федор Сергеевич, пошли в магазин. А зачем нам папа в магазин? Как это зачем? Мама дала мне список продуктов, которые надо домой купить. Эй, скука, давай челлендж какой-нибудь устроим, я даже деньги с собой взял. Эй, не-не-не-не, нам надо купить продукты, мама назвала, и домой. Так что, я зря деньги с собой взял, смотри, сколько их у меня. А это как, если десятка, а сзади такая, значит это пятерка? Да даже если и так, зато смотри, как их много, целая куча денег, так что давай устроим челлендж. Хм, ну ладно, держи свои деньги, только пошли сначала купим то, что мы обещали купить маме, а дальше устроим челлендж. А ты пока думай, какие условия у него будут. Хорошо. Ну что, Федор, давай, я посажу тебя в тележку. Опа, первым делом я буду покупать то, что мама мне сказала, а ты пока думай про челлендж, какие там условия, и чтобы весело было. Так, кажется, мама говорила, что сметану надо купить. О, по-моему, такую обычно берем, клади. Сметана, скука, ну ладно, надо так надо. Так, еще молоко нам надо, вот точно помню. Так, это кефир, а кефир тоже надо, вот такой. Так, молоко. Кефир, молоко, опять скукота, ничего интересного. Че там бубнишь, Федор Сергеевич, на, помогай, складывай, мне еще за хлебом идти. Да скучно это все покупать, надо что-то интересненькое, завлекательное. Ну так вот ты и думай, у тебя есть для этого время, а я пойду хлеб и батон куплю. Так, папа, давай, бери скорее хлеб вон и батон, я уже кое-что придумал. О, мне уже даже интересно, шапку сними, а то жарко будет. А что я, ребятушки, придумал, сейчас будет крутой челлендж, ждите, сейчас папа батон с хлебом купит и погоним с ним. Так, а хлеб я хочу тостовый взять. Вот, папа, тостовый, давай бери скорее, погнали уже. Ты все придумал уже, да? Ну давай, рассказывай. Пап, я придумал, знаешь что, мы будем сейчас с тобой покупать золотые покупки вдвоем, за пять минут, вообще, даже не то чтобы челлендж, а сколько мы успеем купить продуктов золотых, как тебе? Золотые? Хм, слушай, в прошлый раз ты придумал серые продукты, да мы еле-еле вообще кое-что понаходили. Неужели ты думаешь, мы золотое что-нибудь сможем найти? Папа, мы когда серое выбирали, я столько всего золотого видел, погнали в отдел шоколада. Ну ладно, погнали, будем помогать друг другу, но у нас не забывай только пять минут. Так, 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 ну вот, пожалуйста, шоколадки, ищи золотые, ты же говорил видел. Да что тут искать? Вон, смотри, как много, ты говорил, не будет, смотри, сколько золотых шоколадок. Слышишь, так они еще и разные, здесь трюфель, здесь фундук, а здесь арахисовая паста, и мы спокойно, легко, на одной полочке можем взять три предмета, держи. Я же тебе говорил, погнали дальше. Ху, смотри, а ты что нашел? Смотри. Фу, прикольно, смотри, у тебя батончики золотые, а у меня твикс золотой, берем? Вот это круто, берем, побежали. Пап, смотри, халва золотая. Слушай, Федор Сергеевич, и опять же, она вся разная. Тут один вкус, здесь добавили другую добавочку, а это третья, смотри, сколько золота у нас. Прям как золотые слитки, вот это да, поехали, пап. Классный я челлендж придумал, да, смотри, папа, что я вижу, сколько конфет золотых. Ого, я даже никогда и не задумывался, что в магазине может быть, ребята, столько золота. Только что нам одна конфетка, мы пакетик наберем. А вы, ребята, лайки, лайки не забывайте ставить, не жалейте, столько золотых продуктов. Ху, ну что, хватит нам столько? Отлично, просто замечательно. Так, ну надо бы что-то еще найти, пока время есть. Я вижу, папа, вижу, смотри, золотая коробка конфет. Ух ты, реально золотая, держи, ты ее заметил. О, а я возьму вот эту, все правильно. Смотри, они в золотой упаковочке, каждая конфетка. Ребята, ну клевые же конфеты, золотые, держи. Золотые стрелы, круто. О, Федор Сергеевич, смотри, это же вкус моего детства, дюшес, посмотри, золотой. Точно золотой, берем, хочу попробовать, что ты в детстве пил. Тебе понравится, это очень вкусный напиток. Ну что, может в отдел с мороженым зайдем? Точно, с удовольствием, там точно будет что-то золотое, поворачивай. Папа, ты чего мимо проходишь, посмотри, сколько тут всего золотого, и печенье, и кофе. В банке? А вон там, смотри, кофе в пакете. Да еще и на акции, ну что, забираем, держи. Круто. Я прям, Федор Сергеевич, даже не ожидал, что мы можем найти столько золотых продуктов. Ну, очень много. Федор, ты что забыл, мы еще за мороженым должны зайти. Поехали, давай тогда быстрее, уже время заканчивается. Так вот, Федор Сергеевич, я тебе и обещал отдел с мороженым. Вот, смотри, это же золотое мороженое. Вот это класс, берем. А что такое одно, я тоже буду. Ну, давай. Пап, знаешь, что я еще вспомнил? Сырки золотые, глазированные должны быть. Поехали в отдел с сырками. Точно, ты молодец, тем более это рядом. Где-то там они, где-то там. О, смотри, маленькие брикетики с золотом. И вон еще, папа, вон, там побольше брикетики. Точно, этот больше. Но мы возьмем оба. Класс. Ух ты, сколько всего. Ну что, пап, давай считать, время уже вышло. Да здесь столько всего. А лучше легко посчитать, знаешь как? Как легко посчитать? А ну-ка научи. С сегодняшнего дня при таких удачных челленджах я ввожу новую единицу измерения продуктов. Целая тележка. Это что, значит, мы все покупаем, да? Да. Так это же круто. Поехали скорее на кассу, пап. Федор, ну пошли еще за покупками. Пошли еще челлендж сделаем. Может я все-таки выиграю? Ммм, папа, мне уже надоело. Надоели эти покупки по цветам. Не хочу я идти за покупками. А, хитрый. Навыигрывал, наобыгрывал меня. А теперь он не хочет. Надо что-то придумать, чтобы он захотел. О, папа, у меня появилась идея. Мы в школе сейчас, в подготовке, изучали геометрические фигуры. Ты знаешь, как это интересно? Их так много разных. Это которые типа треугольник, квадрат, прямоугольник, круг там еще бывает. Да? Ты это имеешь в виду? Да, папа, еще трапеция. Так, интересно. Ну и что ты предлагаешь? А еще овал есть. Так вот, я предлагаю покупать такие геометрические покупки. Как ты думаешь, это будет интересно? Хм. А как мы это сделаем? Ведь плоского, круглого продуктов не бывает таких, например. Ну, например, папа, вот смотри, коробка конфет, она какая? Круглая, квадратная, прямоугольная бывает. Вот так вот будем делать. Хм. Интересно. Хорошо. А банка газировки, вот куда ее, к какой фигуре отнести? А это как посмотреть. Если разрезать вдоль, то это будет прямоугольник, а если поперек, то кружочек. Ты знаешь, ты меня заинтересовал. Ребята, нам осталось только определиться, какую фигуру кто будет искать. Ты какую выбираешь? Эм, ну я, наверное, квадрат выберу. Мне квадрат очень нравится. А ты тогда трапецию. Не, 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 подожди. Трапеция это очень сложная геометрическая фигура. Не так легко и просто будет что-то похожее на нее найти. Давай так, так как ты выбрал квадрат, то я выберу диаметрально противоположную фигуру. Круг. Ну что, пошли? Да, папа, ну ты как завернул диаметрально противоположную. Дети тебя не поймут. Просто говори круг и все. Погнали быстренько, побежали. Ну, просто круг, так просто круг. Давай, Федор Сергеевич, вот как пример ребятам покажем. Ну, например, вроде бы как банка и банка, но если ее вот так посмотреть, напоминает прямоугольник, почти квадрат. А если взглянуть на нее вот так, согласен, это круг. Ой, что-то я, наверное, слишком сложный челлендж опять выбрал. Ну, ладно, давай будем вместе ходить и вместе выбирать. Ты круг хотел? Значит, бери эту банку и пошли искать квадрат. Ну вот, отлично. Мед я люблю. А пошли лучше знаешь куда? В отдел с вкусняшками. Может, мы там сможем найти и устроить наш челлендж. Поехали. Папа, подъезжай сюда, смотри. Палочки бери, губка-боб. Ага, они супер квадратные, со всех сторон квадратные. Бери, бери, клади в корзинку, это будет моя покупка. Ну да, согласен. Моя банка только с одной стороны, похожа на круг. А Федор Сергеевич выбрал упаковку, которая со всех сторон квадрат. Ну, берем. И поехали в конфетный отдел скорее, я уже знаю, что я куплю. О, пап, тормози, смотри, что я нашел. Конфетам нам нужен будет чай вкусный. Смотри, какая квадратная коробочка. Квадратная? Ну, если вот так вот на нее взглянуть, то квадратная. Ну, засчитывается. Берем. Берем. Так, папа, а к чаю? Надо еще мороженое, будет очень вкусно. Найди мне, пожалуйста, квадратное мороженое. Хм. Они прямоугольники, поэтому считаю, что это мы не берем. Да, наверное, плохо я информацию в школе усвоил. Перепутал прямоугольник и квадрат. Ну, ладно, поехали дальше. Не переживай, я думаю, круглая тоже не так легко будет найти. Хотя, хотя посмотри. Круглая? Коробочка с конфетами. Я думаю, даже ты не будешь против. И я ее беру. Класс, обожаю Рафаэлки. А вон, папа, смотри, квадратная коробочка конфет. Тоже мне подходит. Подай, пожалуйста. Так тут их много квадратных. Смотри, вот это. Вот это, например. И все квадратные. Да, да, и вон там вот еще другая коробочка. Бери, бери, клади в корзинку. Ну, что мы все будем брать? Давай, может, этих хватит. Я же не брал все виды меда, правда? Ну, ладно, пускай будет так. Хорошо, папа, идем быстрее в отдел шоколадок. Я уже придумал, что купить. Хитрый Федор Сергеевич. А ведь в отделе шоколадок нет круглых шоколадок. Так, 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 так. Вот, смотри, папа. Где? Что? Вот это? Ха, так она же прямоугольная. Нет, папа. Вот там вот дальше на полочке стоит квадратный киндер. Вон там, бери. Все-таки заметил. Держи. И вправду квадратный. Обожаю киндер-шоколад. Поехали дальше. Так, ну пора бы и мне что-то выбрать. У тебя уже вон сколько квадратного. А у меня круглого не очень много. Может, я каждого цвета по одному возьму, а, Федор Сергеевич? Нет, папа, нельзя. Ты же мне не разрешил себе коробки конфет брать? Одну бери и хватит с тебя. Найдешь еще что-нибудь. Ага, найдешь тут. Я уже вижу вон, сколько квадратного, а сколько всего лишь круглого. О, ну наконец-то. Вот нутеллу-то я обязательно возьму. Ведь она, смотрите, круг. Если с этого ракурса посмотреть. Да? Согласен со мной? Ой, ну бери, согласен. Клади в корзинку и поедем дальше. О, Федор Сергеевич, смотри. Круглые упаковки с печеньем. Ого, как много. Ха, и они разных размеров. Я смело могу взять и эту, и вот эту. Вот же что ты такой внимательный. А вот там вот смотри, квадратная есть. Возьми ее с мишками. Тоже очень красивая. Вот эта? Ну да, красивая. Ну ладно, тебе одна, мне две. Отлично. Отлично. Поехали дальше. Так, так, во. Газировка, помнишь, мы в самом начале разговаривали? Если взять банку газировки и взглянуть на нее отсюда, она круглая. Так что беру. Ладно, берем. И пошли в соки. Мне кажется, я видел там квадратные упаковочки. Так, соки. Но я бы не сказал, что они квадратные, прямоугольные какие-то. Хм, да у них даже дно не квадратное. Так что давай, постарайся, найди хоть что-нибудь. Что-то я перепутал, наверное. Все соки прямоугольные. Ребята, а вы не знаете, есть ли квадратные соки? Пап, а вот этот возьми. Вот тот. Может, он квадратный? А этот похож на квадратный. Ну, держи. Из целой кучи выбрали хоть одну пачку. Отлично, берем. Пап, заворачивай-ка сюда в отдел чипсов. Там явно будут квадратные упаковки. Где? Вот это разве квадратное? А да, достань и посмотри внимательно. Ну вот, внимательно. Нет здесь квадрата. Она прямоугольной формы. Поэтому нет, не подходит. Ха, зато у меня, Федор Сергеевич, есть идея. Я знаю чипсы, которые можно сделать круглыми, так сказать. Вот, смотри. Круг. Так что, в этом отделе выиграл я. Держи. Ничего себе. И сам же тебя сюда завел. А вот сухарики не квадратные, случайно? Нет, все равно больше прямоугольной формы не подходит. Ну, поехали дальше. О, Федор, давай присядем на лавочку. Ну, давай присядем. Слушай, мне надоело все время соревноваться против тебя. Я даже знаю почему, потому что ты все время мне проигрываешь. Так, ты это тут сильно не зазнавайся, понял? Это не основная причина, поверь. Хотя, может быть и основная. Но, у меня просто есть предложение гораздо лучше, чем челлендж между мной и тобой. Хм, а что может быть круче, чем челлендж между мной и тобой, когда я всегда побеждаю? Побеждаю. А вот представь, я тут кое-что думал, думал и придумал. Ну, рассказывай давай, послушаю тебя. Смотри, ты хитрый, ловкий малый, вечно целую тележку набиваешь товаром. Я тебе проигрываю, но не сильно много. Прикинь, сколько бы мы собрали, если бы собирали вдвоем, в одну большую тележку? Одного цвета мы вдвоем целую тележку? Да я думаю, весь магазин бы смогли унести. Если бы мы тут целый день бродили, то легко бы. А я имею в виду, ты и я в одну тележку за пять минут, а потом посчитаем и покажем, сколько мы смогли найти. И все купим, что насобираем за пять минут с тобой вместе? Я об этом как-то не подумал. Ну, что поделаешь. А так будет, кстати, ребята, интереснее. Да, все, что мы с тобой насобираем за пять минут, например, красного цвета. О, как твоя шапка. Это все мы тогда и купим. Слушай, папа, а это прикольная идея. Мы сейчас быстренько за пять минут быстро наполняем тележку, считаем и все покупаем. Погнали? Ха, пошли, берем тележку. Большую берем, папа. Ну, больше уже нету. О, смотри, как всегда на пути. Давай большую колу возьмем. Нет, папа, смотри, она черная, только этикетка красная. Давай возьмем в баночке колу. Она сто процентов красная. Давай быстрее, быстрее. А, вот такую вот, да? Да, вот такую, бери. Только что нам одна баночка. Давай возьмем. О, вот такой блок из четырех баночек. Клади, клади. Отлично. Ну и на затравочку одну без сахара. Погнали, быстрее. Так, насколько я помню, да, вот здесь вот точно кукурузные палочки. Смотри, красные, да? Давай, бери. Супер, погнали, быстрее дальше. Так, давай в морозильнике мороженое посмотрим. Давай, смотри внимательно, красное. О, смотри, красное ведь. Нет, пап, я бы не сказал, белое ведро. Вот тот вот каприз точно красный, вот то бери. Ну, согласен. Это хорошо, что я вместе с Федором. Он в правилах разбирается. Держи, красное. Вот, отлично. Там больше ничего красненького нету, посмотри внимательнее. А вот такое подойдет? Я думаю, подойдет, бери. Ну, хорошо, ты сказал, значит, на одну вкусняшку будет больше. Так, туда. О, папа, смотри, квас клюквенный красного цвета, берем? Ого, конечно, берем. У него не только этикетка, но и сам квас красный, конечно, берем. Отлично, побежали дальше. Папа, что я вижу? Притормози, смотри, какая коробка конфет красная. Слушай, и вправду, давай обязательно ее возьмем, мы ее маме подарим. А лучше мы подарим ее Сонечке, потому что у твоей сестрички день рождения. Супер, берем. Смотри, Федор Сергеевич, я специально приехал в отдел с соками. Нет, 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 вот, вот такой хотел. Смотри, морс, красный не только упаковка, он и внутри будет красный. Обязательно берем и пошли посмотрим еще что-нибудь из соков. Ты знаешь, папа, хорошо, что мы в соки зашли. Томатный всегда красный, ищи внимательно. Ищи, ищи, ищи. Ищи, ищи, ищи. Вот, папа, смотри, вот. О, и этот томатный, и этот томатный. Какой берем? Папа, они же разные, и оба красные, давай возьмем два. Чем глубольше, тем лучше, бери два. И вправду, тем более, что один с солью, а другой еще без соли. Берем оба. Класс, поехали дальше, время мало остается. Поехали скорее, поехали в шоколадки. Там сто процентов будет много красных шоколадок. Поехали. О, смотри, тут даже глаза разбегаются. Папа, скитл, скитл с мой любимый. О, и вправду, держи, большую пачку. Отлично, а ты что там взял, покажи. А какой-то десерт сладкий, какая разница, красный и красный. Ну, бери, бери. О, смотри, еще и конфетки красненькие. Ах ты любитель конфеток в баночке, отлично, поехали дальше. Что там еще, смотри, киткат должен быть. Не видишь? Что-то не вижу я, киткат. Может он будет с другой стороны. А пока давай еще, смотри, возьмем сосательные конфетки. Барбариски, вкус моего детства. Обожаю их. Класс, берем. А вон, папа, вон киткат, он один, ты поэтому его не заметил, он один в коробочке. Бери, бери. Ух ты, их, наверное, разбирают быстро. Обязательно надо взять. Конечно надо, берем. Вон, смотри, сколько еще шоколадок красных. Альпенгольд, мой любимый шоколад. Клубничный, вкуснятина. Держи. Берем. Еще этот. О, смотри, полностью красная упаковка. Вкусный, я думаю, будет шоколад. Берем, отлично. О, папа, смотри, генеральский. Я такой не пробовал. Бери скорее. Ух ты, это ж ты сможешь своему дедушке даже подарить. Конечно, берем. Пап, поехали-ка в отдел с чипсами, можно? Так хочется, там 100% должны быть красные. Например, с паприкой или с крабом. Ну, поехали. Тем более он рядом. О, смотри, сколько здесь красных пачек. Ух ты, класс. Вот, смотри, сразу берем. Ой, аж упало. Ну, две таких не будем брать. Давай возьмем одну такую, мягкую красную. А одну твердую красную давай упаковку возьмем. О, а еще, Федор, давай возьмем, смотри, жгучие красные чипсы. Даже сами чипсы не красненького цвета. Держи. Отлично. Так, вот стой, стой, стой. Вот эти еще можно взять? Нет. Эти. Больше какие-то оранжевые. Пошли лучше более красных поищем. Поехали. Вот это какого? О, с лобстером. Точно, красные. Давай, в тележку клади. Отлично. Так, папа, смотри, что я вижу. Кучу красных сухариков. Давай, бери. Ну, давай, ладно уже. Одну пачечку возьмем. Так уж и быть. Ух ты, сколько у нас всего красного. Классно, когда вместе даже интереснее. Гораздо больше продуктов получается. Слушай, Федор Сергеевич, у нас еще есть пару минут времени. Нет, полторы минутки у нас еще осталось. Пошли, теперь немножко полезных продуктов возьмем. Чтоб мама нас дома сильно не ругала. Хорошо? Поехали за помидорами, за перцем может, за йогуртами. Поехали, поехали. О, Федор, смотри. Давай возьмем красный перец. Отлично, главное, чтоб не горький. Не, это сладкий. Красную помидорку. Отлично. О, красный лук, прикольно. Вообще шикарно, мама будет довольна. Редиску будем брать? Или пойдем что-нибудь повкуснее поищем? Она же горькая. Не, пап, лучше яблоки красные, чем редиску. Давай яблоки, клади на место редиску. Согласен. Давай лучше яблоки поищем красные. О, Федор Сергеевич, по дороге за красным яблоком предлагаю взять гранат. Он ведь внутри тоже весь красненький будет. Держи. Класс. А вон яблочки, смотри, вижу яблочки. Вон красненькие. Берем. Вот, вот это по-настоящему красненькое. Смотри. Супер, давай берем. Ну что, у нас совсем немножко времени осталось. Давай за йогуртами сходим. Поехали скорее. Давай. Для тебя даже возьмем. Смотри. Есть растишка. С разными рисунками. Нет, не пойдет. Не совсем красное. Только с одной стороны. О, вот это, мне кажется, будет более красное. Нет? Бери, папа, скорее. Некогда там разбираться. Уже время заканчивается. Бери все, что красным считаешь. Бери. Ай, все, время закончилось. Все, ребята, смотрите. Ну круто же, ребятушки, ставьте лайки, 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 лайки. Смотрите, какая у нас большущая корзина с красного всего. И вы знаете, ребята, периодически мы будем не только с друг дружкой соревноваться, но иногда и вместе собирать корзинки, продуктов и всяких вкусняшек одного цвета. А вы подписывайтесь и будете нас смотреть. Пока-пока. Пап, я взял тележку и кое-что придумал. О, а зачем ты ее взял и что ты придумал? Новый челлендж, согласен? Хм, ты решил меня снова обыграть? Ну, в прошлый раз вообще-то я проиграл. Давай новый челлендж, соглашайся, тебе понравится. Ну и какой, рассказывай, какой челлендж-то, условия хоть какие? На улице осень, серость. Давай-ка челлендж, у кого больше серых покупок за 5 минут. И что, прям все-все-все, все что угодно серое покупать можно? Ну, вкусненькое и съедобное. Погнали? Ну давай, время-то пошло уже. Так, надо поторопиться. Так, что-то в этом отделе с йогуртами вообще ничего серого нету. Хм. О, и Федор туда идет. А я ему не скажу. Вот пусть тоже время тратит свое. Ага, папа ничего там не взял в этом отделе, значит там ничего нету. Пойду сразу в другой, чтобы время не тратить. А я в чипсы сразу. Че там ходить по тому молочному отделу? А вот и чипсы. Смотрите, ребята, как вы думаете, какой это цвет, черный или серый? Фу, снова ты, Федор Сергеевич, да? Ха-ха, а что у тебя совсем пусто, ничего нету? У тебя, я как погляжу, тоже не густо. А я вот, смотри, пачку чипсов нашел, видишь, серая. В смысле серая? Да тут черного больше, чем серого. Какая-то сомнительная покупочка у тебя, не по правилам. Нет, папа, там есть серый цвет. Если мы так будем придираться, вообще ничего не найдем. Я беру, а ты как хочешь, я пошел. Хм, а ведь Федор Сергеевич, в принципе, это прав. Если придираться, можно вообще ничего не найти. А у него уже одна покупка есть. Я не хочу проигрывать. О, чипсы, чипсы. Серая, ребята, серая. И серого достаточно много. Тоже беру. Так, ну серый цвет такой редкий. О, боржомин. Серый вроде серый. Берем. Побежал дальше. Вот же ж, Федор, цвет-то придумал серый. Где я ему из этих покупок серых столько найду? Да вообще сложно. Ну, может вот, разве что вот это, вроде серое. Беру. Что остается делать? Так, что ж еще мне найти? О, вафелька. Серебристая, значит серая. Берем. Я в обычном, привычном для себя отделе не могу ничего серого найти. Ребята, это не так просто. О, может быть, вот халва подойдет? Ну, а что остается? Скажу серое. Да, задачу я задала себе и папе. Серый вообще редкий цвет. Голубой, белый хватает, а серого нету. Да уж, интересно. А вот, смотрите. Здесь присутствует серый цвет. Мне кажется, подойдет. Берем. Хм, это в целом отделе шоколадок. И только халву выбрал. Ничего серого нету. Так, надо что-то менять. А попробую-ка я поменять отдел и пойду в тот отдел, где я обычно не ходил. Так. О, сливочное масло. Ребят, смотрите, серая. Сработала. В смысле не вкусняшка? А если на батон намазать с сыром и с колбасой, это же бутерброд. А бутерброд вкусняшка. Так что беру. Лучше бы золотой цвет выбрал, гораздо проще. Так, может в холодильнике что-то есть. Так. Ага. Опачки. Что тут у нас? Розовый и серый. Пусть будет, я думаю, годится. Хм. О, мне везет. И я люблю кофе. А это стопроцентный серый цвет. И его здесь много. Отлично. Отлично. Так. Что ж у нас тут еще есть? Опачки. Смотрите, ребята. Серый кофе. Берем. Еще один. Вот это мне повезло. Два кофе в одном отделе. А, сейчас я буду победителем. Так, во, точно. С этой стороны тоже кофе есть. Так, смотри внимательно, смотри внимательно. О. Вот здесь больше серого. Возьму еще кофейку. Ух ты. Какао-порошок. 99 и 98 процентов какао. Че, мне серый, а? Клево. Так, интересный отдел. Тут должно быть что-то нужное. Опачки. Кажется, я вижу. Смотрите. Серое. Серое берем. Так, это бирюзовый цвет. О, тоже серый. Тоже берем. Отлично. Погнали, уже время заканчивает. А время не остановить, ребята. Время летит. Может, о. Алиски, маслины или как их там. Серая этикетка, серая. Все, времени нету. Осталось найти Федора и посчитаться. Походу, больше ничего нету в магазине. Опа. Привет. Время истекло. Давай считаться. Что-то там понаходил. Ничего себе. А ты что нашел? Покажи-ка, покажи-ка. Да, не густо. Цвет я, конечно, придумал тот еще. Ну, давай будем твои, папа, считать. Ну да, ты в следующий раз цвет какой-то попроще бы придумывал. Серые вкусняшки. Да вот смотри, трудно было найти. Давай, начинай, считай. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Да, папа, масло сливочное, это, конечно, сомнительная вкусняшка. Как и кофе, как и энергетик. Набрал ты, конечно, продуктов. Ой-ой-ой. Ну, а что, масло на батон намазал? И кушай. Ты ж любишь бутерброды? Давай, не придирайся. Надо твое теперь посчитать. Ты тоже, я смотрю, тут чего только не понабирал. И где ж это серое? Покажи мне. Больше зеленое. Я не согласен. Не считается. Я это не буду считать. Ноль. Ничего себе. Ну, ладно, ладно. Ну, про это я уже историю слышал. Ладно. Один. Два. Три. Четыре. Ага, смотри, ты тоже кофе взял, да? Да больше и брать было нечего. Хорошо, что хоть кофе есть серого цвета. Согласен. Ну, имей в виду, цвет ты выбирал. В следующий раз лучше я выберу. Пять. Шесть. Семь. Все. Последнее. Должна быть восьмая. А с чего ты взял? Розовая и белая? А тарелка на картинке серая. Не придирайся, папа. Считай, и будет тогда ничья. И все, купим. Ну, вот прям, если уже вот так вот к этому относиться, то да, тарелка серая. Ну, ладно. Восемь-восемь. Никто не выиграл. Самое главное, что никто не проиграл. Вот так вот. Ну, я так понимаю, что ты предлагаешь купить все? Зачем нам дома столько кофе? Ну, ладно, давай кофе поставим, выберем один. Только нам действительно так много не надо. И пошли на кассу. Согласен. Ладно, бери тележку, загоним. Пошли. Спасибо. Спасибо.